Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о самом важном и интересном. Не забудем про полезные новости, ну и конечно затронем острые и самые обсуждаемые темы из социальных сетей. Наши новости про то, что произошло в городе. Сегодня вот основные темы выпуска. БХЗ закрыли на ремонт. По улицам провезут военный самолет МиГ-29. Заблудившегося грибника нашли с помощью квадрокоптера. И пруд у цирка окружат чистоколом. Теперь обо всем подробнее. Вы заметили, что кировчане стали реже жаловаться на неприятные запахи в городе. В социальных сетях на эту тему стало мало обращений. По вечерам люди стали позволять себе спать с открытыми окнами. Совпадение или нет, но оказалось, что 6 июля биохимзавод закрыли на плановый ремонт. Сейчас заводы и предприятия внедряют новую систему ликвидации запахов. Сработает или нет, увидим, ну или почувствуем. В этом сезоне пик жалоб на запахи был в начале лета. Мобильная лаборатория Министерства экологии только однажды нашла превышение по содержанию вредных веществ в воздухе. Возможно, на руководителей как-то подействовали разговоры по душам, которые вели с ними ну очень многие ведомства. Но на самом деле людям не важно, что стало причиной. Главное, чтобы кировчане могли дышать чистым воздухом. Мы все имеем на это право. В городе, кажется, появится еще один участок с большой автомобильной пробкой на перекрестке улиц Ленина-Преображенской. На месяц перекроют движение. В районе 63-го дома будут проводить капитальный ремонт тепловой камеры. У водителей заберут по одной полосе каждого направления. Коммунальщики будут работать на объекте месяц. Да, идет реконструкция тепловой камеры. И сужение дороги идет и улица Ленина, одна полоса. И Преображенская тоже одна полоса. Легковые автомобили смогут проехать, и автобусы смогут проехать. Там изменен маршрут у троллейбуса номер 8, так как ему надо подцепляться к проводам и не получается. В часы пик теперь на Ленина будет пробка дублера Ленина. Улицу Свободы тоже перекроют. Там реконструкция затянется на две недели. Менять эти будут и на улице с Цеховой. Там ограничат движение до 15 сентября. Активисты Народного фронта ищут ливневку, которую хотели построить в Урванцево за 127 миллионов рублей. Она должна была появиться в 2021 году. Но из-за ошибок в проектной документации ее так и не достроили. Все это время от потопов страдают жильцы 14-го дома по улице Рудной. Жилье пенсионеров после каждого дождя очень сильно топит. Во время последнего ливня затопило цокольный этаж дома, где находится санузел и кухня. Уровень воды поднялся на 50 сантиметров. Вышли из строя холодильник и стиральная машинка. Отпал штукатурка от печи. Люди боролись с водой 10 часов. Не выдержал нагрузки и новый насос. Сейчас воды в доме нет, но стоит запах сырости. Пока проясняется судьба ливневки, жильцам советуют подавать в суд на взыскание ущерба. Ближайшей ночью в Кирове будет очень интересное зрелище. По улицам провезут самолет МиГ-29. Его будут перевозить, а потом устанавливать на постамент, расположенный на улице Гайдара. Транспортировка самолета будет осуществляться на шасси без крыльев и стабилизаторов. Перевозить объект будут ранним утром 27 июля до начала часа пик в городе. Водители предупреждают, что с 3 утра до 5.30 на участке Октябрьского проспекта будет ограничено движение. Всех также просят не переживать. Самолет списан Министерством обороны. Инициатором появления постамента стал завод Лепси. Вокруг самолета поставят скамейки, высадят цветы и деревья. Площадку под МиГ-29 начали готовить еще весной. В реке нашли велосипед, 3 телевизора и печатную машинку. Находки обнаружили при расчистке русла и берегов реки Чумовица в Нововятском районе. В субботнике приняли участие жители и специалисты Министерства экологии. Также со дна реки подняли десяток автопокрышек, банки с краской и очень много бутылок. За один день субботника собрали больше 10 кубов мусора. Первый случай в истории Кировской области. Заблудившегося грибника нашли с помощью дрона. 73-летний мужчина пошел в лес за грибами. Тихую охоту он проводил неподалеку от села Бобина. В лесу грибник потерялся, по телефону позвонил полицейским. В МВД стали просматривать местность с помощью квадрокоптера. Заблудившийся в Слободском районе мужчина был обнаружен ночью с воздуха с использованием тепловизора. В дальнейшем также при помощи дрона ему доставили питьевую воду. А утром поисковая группа благополучно добралась до потерпевшего через топкие места по проложенному с воздуху маршруту. Полицейские отвезли грибника домой. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Это был первый случай обнаружения без вести пропавшего человека в лесу с помощью коптера. Только в областной клинической больнице в год проводят около двух тысяч лазерных операций. Кировские врачи используют самые современные методики хирургического и лазерного лечения офтальмологических заболеваний. Говорят, что к нам приезжают не только из всех районов области, но и других городов. В клинике смотри, сейчас можно сделать коррекцию зрения методом FEMTA LASIK. Главное преимущество – это безопасный ход операции, так как отсутствует хирургическое вмешательство. Вся процедура длится всего 15 минут, а через пару часов вы сможете увидеть мир в ярких красках. В клинике прямо сейчас действует акция «Стоимость процедуры» всего 49 500 рублей за оба глаза. Бойцы спецоперации будут посещать больницы без очереди. Теперь у каждого солдата, вернувшегося из зоны СВО, будет свой врач. Обследование, стоматолог, психолог и любая другая помощь медиков будет проводиться вне очереди. А для некоторых бойцов возможен вариант помощи на дому. Об этом рассказал губернатор на еженедельном совещании в правительстве области. В этом месяце губернатор несколько раз встречался с женами и родителями военных. Они собирались в фонде «Защитники Отечества». На встречу обсуждали службу, помощь солдатам и их близким. Например, родные предложили выделять земельные участки семьям бойцов. У нас сейчас введено 28 региональных мер поддержки. Значит, предложили предложение о новых мерах, которые актуальны для наших защитников. Я, коллеги, прошу взять это на вооружение. Значит, это и санаторно-курортное лечение для семей бойцов. У нас есть, когда они возвращаются в отпуск для них. Но там есть у нас престарелые родители, которые требуют ухода. Поэтому я прошу, Дмитрий Александрович, этот вопрос изучить и посмотрите, каким образом это можно сделать. Губернатор рассказал, что одному из кировских воинов присвоено звание Героя Российской Федерации. Командир российских морпехов зовут Влад. Его позывное «Струна». В кадрах военной хроники, широко распространенной в интернете, видна выучка струны, спокойно отдает приказы, пока вокруг рвутся снаряды. Он действительно покорил сердца россиян своей храмростью, героизмом. Он стал настоящим народным героем, которым даже слагают песни. Ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. На совещании сегодня пригласили руководителей промышленных предприятий и ректоров университетов. Областная промышленность сейчас нуждается в специалистах с инженерным и техническим образованием. В 2024 году Кировская область получит грант в размере 100 миллионов рублей по федеральному проекту «Профессионалитет». На средства данного гранта будет приведено современное технологическое оборудование, сделан учебный ремонт, ремонт в учебных мастерских. А студенты, поступившие в эти учреждения, будут обучаться по современным программам, которые разрабатываются при непосредственном участии работодателей, что очень важно. Сейчас правительство прорабатывает вопрос предоставления льготного жилья или ипотеки работникам оборонно-промышленного комплекса. В парке имени Кирова работа идет вовсю, как сообщают в мэрии. Трек для экстремальных видов спорта почти готов. Сейчас активно идут работы по укреплению берега пруда. Там же в овраге у диорамы начали делать амфитеатр. Сейчас идет обустройство нижнего пруда. Здесь будет такая уникальная фишка. Это сваи из лиственницы. Будет по периметру пруда выстроен чистокол. Порядка 900 стволов. Они обработаны специальным средством. То есть они не будут подвержены негниению. Всегда будут выглядеть декоративным. Памп-трек, который был первым этапом реконструкции парка, уже прошел проверку. Любителями экстремальной езды на велосипедах скоро между дорожками высадят растения. Рядом также идет строительство скейт-площадки и территории для игровых видов спорта. Также в парке ремонтируется центральная аллея и детская площадка. Оба больших этапа планируют завершить до конца года. Как говорят в мэрии, технологии позволяют некоторые работы выполнить в холодное время года. Ну и про еще один амфитеатр. Только поменьше в парке. Аполло делают его реконструкцию. Проект выиграл грант «Город добрых соседей». Сейчас ремонт сцены завершается. Рабочие делают места для зрителей, лестницу к амфитеатру. Также будет благоустроена территория возле сцены. Там установят новые светильники. Реконструкцию планируют закончить к 31 июля. В следующем году в детском парке Аполло пройдет много мероприятий, посвященных юбилею города. Вот такими новостями был богат этот день. Прогнозы на сильный дождь сегодня опять не сбылись. И кажется, действительно теплеет. К концу недели обещают до плюс 30 лет. Для вас в студии работала Ксения Зиновьева. Увидимся в городе. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»